Пашинян к власти пришел на волне хайпа и на волне хайпа покинет. Как передает Баки Хабартове, на днях петербургский предприниматель Евгений Пригожин сказал, что Армении нужна сильная личность. Пашиняна беспокоит парфюм, когда Армении нужна сильная личность, отметил предприниматель. По его словам, действия армянских властей и лично Пашиняна было недостаточно для сохранения территории. Все знают лишь о потере парфюма и водительских прав. У него украли карабах, а он ищет духи. Что тут скажешь, если беспокоит парфюм, надо спасать парфюм. Причину поражения армянской армии надо искать в событиях последнего года, подчеркивает предприниматель. Когда глава государства приходит к власти тяжелым трудом, завоевывая доверие народа, то в момент беды народ сплачивается вокруг него, становясь непобедимым шитом, считает Пригожин. А когда к власти приходят на волне хайпа, без национальной идеи, давая пустые обещания и обагаживая созданные предшественниками, то народу непонятно вокруг кого и ради чего объединяться. В Армении национальной идеи нет, силы нет, вокруг парфюма и водительских прав не объединишься. По мнению петербургского предпринимателя, Армении нужна сильная личность. Но Пашинян собирается объявить себя сильной личностью и не собирается до конца сражаться хотя бы за сохранение постпремьера-министра. Именно потому выступил с очередным заявлением, которое не может заставить задуматься и официальную Москву, и официального Баку. Так как глава России Владимир Владимирович Путин гласит о неупотреблении термина Нагорно-Карабахского конфликта. Но Пашинян твердит обратное, подчеркивая, что мирное соглашение по Нагорному Карабаху не является окончательным. Этим документом не предусмотрено содержательное решение вопроса, а всего лишь предполагается прекращение военных действий. Вопрос Карабаха как был решен, так и остается нерешенным. И еще предстоит работа, заявил Николь Пашинян. Что тут скажешь? Как гласит еврейский политолог, Пашинян является черным пятном в истории Армении. И Россия, и Азербайджан, и Турция должны учесть, что Пашинян болеет болезнью неполноценности. Увы, надо держать ухо на востре. С таким политическим психом, как Пашинян, вряд ли сумеем не употреблять термин «конфликт Нагорного Карабаха». Увы, Пашиняну трудно понять, придя к власти на волне хайпа и покидаешь пост на волне хайпа. Это и есть армянская политическая реальность. Баки Хабар ТВ, с вами была я, Улькар Фарман Кызы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова